Здоровье в 21 веке – ответственность каждого. Так назвали традиционную медицинскую конференцию. Основной лейтмотив – это профилактика заболеваний. Чтобы их вовремя вылечить, надо регулярно проверяться у специалистов, проходить диспансеризацию. Например, запущенных случаев онкологии в последнее время стало больше. Виной тому пандемии коронавируса, во время которой медосмотры были приостановлены. Уже 21-й год, 22-й показал, что резкий подъем злокачественного образования, то есть они были недовыявлены из-за того, что не было этих профилактических прогнозов, из-за того, что все занимались ковидом. По Дворце культуры губернаторский собрались лучшие деятели медицины, федеральные гости и ульяновские специалисты. Медучреждения укомплектованы для проведения диспансеризации, утверждает Валентина Караулова. То есть этим занимаются отделения и кабинеты медицинской профилактики в каждой поликлинике, и они все свои задачи знают. А вот уже у кого выявлено будет подозрение на ту или иную патологию, они будут направлены на второй этап диспансеризации, где уже более расширенный спектр анализов. В Минздраве работают над тем, чтобы все больше людей проходили диспансеризацию. Количество проходящих диспансеризаций ежегодно у нас увеличивается. В прошлом году порядка 350 тысяч человек прошли диспансеризацию. На текущий год задачи у нас стоят более глобальные. Это более 450 тысяч человек мы должны охватить диспансеризации для того, чтобы перейти на новый этап, на этап профилактической медицины. В медицине не только есть врач и пациент. Медицинская сестра играет большую роль в оказании медпомощи. Сейчас ведется работа по улучшению качества работы среднего звена. На сегодняшний день в медицинских организациях успешно внедряется система внутреннего контроля качества и безопасности. И в этой системе большую роль занимает именно деятельность медицинских сестер. На пленарном заседании наградили лучших сотрудников сферы. Мероприятие организовали и в режиме онлайн. Это позволило присоединиться медицинским и научным работникам, руководителям лечебных учреждений из других городов. Виктория Черкова, Анатолий Рассохин. Управда ТВ.